Музыка Всем привет! И мы на канале Надюшка Ти Ви. Сегодня я расскажу новости про кроликов, так как кролики меня немного расстроили. И такое бывает в кролиководстве. Все мои крольчихи прохолостили. Я была в шоке. Как так? Они же вели себя, как беременные. Не давали самцу. Эльза агрессивничала. Вот она, наша обманщица. А я в ролике одном говорила, что ты не обманешь и родишь. Но нет, Эльза обманула нас и прохолостила. Главное, она вела себя, как беременная. Я в шоке. Ну то, что Луна прохолостила, я не удивляюсь. Так как у нее такое бывает. А вот Эльза я удивилась. Я думала, что Баффи прохолостит. Так как Лучик сделал только одну усадку, а это мало. Я снимала видео, как проверить беременность у крольчихи. Я сажала Мелиссу к Лучику и Баффи. И они все вели, как беременные. Но однажды я решила проверить, беременные они или нет. Сажаю я Мелиссу к Лучику. И что я вижу? То, что Мелисса прохолостила. Лучик делает садку и падает. После того, как я проверила, беременна ли Мелисса, я начала проверять Ночку и Баффи. А оказывается, они пришли в охоту и прохолостили. Вот Ночка, видит только одни глаза. Лежит, отдыхает. Посадила ее тоже к Лучику. И она прохолостила. Получается, ребят, у меня прохолостили все крольчихи. Я, ребят, расстроилась, так как я осталась без крольчат. Скажем так, я осталась без мяса и без денег. А крольчихи просто этот месяц ели. Я ждала окролов, а они... Ну, никто мне не родил. Вот так. Но, скорее всего, из-за осени все крольчихи прохолостили. Получается, прохолостила Ноча, Мелисса, Луна и Эльза и Баффи. Вот такая красоточка. Я еще пересадила кроликов. Мелису я пересадила вот такую большую клетку. Поставила ей маточник. В надежде, что она просто отдалась Лучику беременной. Да, бывают такие крольчихи, что беременные, но отдаются самцу. А срок еще не вытек у нее, и я жду. Родит она или нет. Ну, и до всякого я поставила маточник. А то вдруг ради этого крольчат потерять неохота. Ночка сидит в своей клетке. Я ее не пересаживала. Я пересадила Симбу. Я его так назвала. Он сидит рядом с Лучиком. А это Афина спряталась. Я ее долго вам не показывала. После смерти Глории. Я не хотела показывать то, что я оставила девочку Барана. То, что я оставила на разведении. Но она растет. Все хорошо. Я ее назвала Афина. Афина такая светло-серая. А Симба темно-серый. Афина сидела там, но я ее пересадила сюда. Так как у меня произошла одна очень нехорошая ситуация. Снежки больше нету. Снежку я оставляла на разведении. А я даю имена тем кроликов, которые я оставляю только на разведении. А если я оставляю кроликов на забой, то я им имена вообще не даю. И Снежка у меня оставалась на разведении. И получилась такая ситуация. У меня есть четыре кошки. И одна из кошек стащила Снежку. Афина и Снежка сидели вместе. Вот это ячейки. И я мечтально забыла закрыть клетку. И Снежка с Афиной сбежали. Я тогда делала уроки с Алиной. И слышу пищание кролика. Я быстро выбежала на улицу. И вижу, что в клетке кроликов нет. Афину мы нашли. Слава богу, она невредимая. Все с ней было хорошо. А вот Снежке не повезло. Буся ее схватила за шкирку и за уши. Алина достала с пастью Буси Снежку. Я думала, что с ней все хорошо. Мы принесли домой Снежку. А ей было очень тяжело дышать. И она не могла ходить. Скорее всего, Буся ей сломала лапу. И перегрызла легкое. Были очень странные звуки у нее внутри. Было решение не мучить животное и забить ее. Так как Снежка бы не выжила уже, ребят. Она мучилась. И я решила, что ее было легче забить и не мучать ее больше. Жалко, конечно, но это моя вина. Ну, все мы ошибаемся. Но, к сожалению, у меня больше нет белого крольчонка. Так как я хотела белого кролика. Но, может быть, когда-то будет. Так что вот такие новости. По крайней мере, меня кролики расстроили. Крольчихи прохолостили. А Снежку Буся погрызла, что пришлось ее забить. Так что всем пока. До новых встреч. Встретимся в следующем выпуске на канале Надюшка Тиви. Продолжение следует...